Ну и команда Secret забрала себе сразу же Гирокоптера и забрала себе Даззла. Даззл очень часто появляется, и Гирокоптер не реже появляется. Все его берут, и Америка, и Европа, и Украина, и Россия. Да все, кто только могут забрать у нас данного героя, он почему-то залетает постоянно. Клауда, в свою очередь, забрали Маккуса. Тоже нечастый гость у нас в пиках. Последний я все время прошу взять Маккуса, но как-то не берется он. Ну вот Клауда хотя бы. Взяли данного героя, скорее всего это будет Мидлейн Магнус. Герой для Фаты Таски, я думаю, отправится на сложную, будет от Боун Севена. Ну и Мета, вы видите, уже вырисовывается. Всего лишь второй день, и уже примерно понятно, кто у нас будет постоянно появляться в пиках. Это будет Таск, это будет Андайинг, и скорее всего это будет, я думаю, Винтерн Виверна. Она слишком часто заезжает, без нее практически нельзя. Герокоптера не так часто берут. Его могут, например, поменять на того же Антимага. Нага Сайрен, вот вы видите, появляется в роли Мейн Керри. А с Таском, если не банят, то отлетает он 100%. Еще год назад это и предположить нельзя было. Понятно, что и по Виверне ничего нельзя было предположить. Год назад ее, в принципе-то, и не было. Ну и кого я с Фотом уже набрал? Рубик залетает третьим пиком для Team Secret. Рубик, скорее всего, для Куру. Куру из-за команду Na'Vi. На Рубике творил чудеса, теперь в составе Сикретов раскрыться вариантов множество. Клауда забрали Бэйна в роли саппорта. Ну и Магнус, скорее всего, отправится на мидлейн, это Фата. Таск, это будет Боун Севен. Ну и для Мизери, скорее всего, я думаю, будет Бэйн. Ну и Этернал Энви еще, без героя. А вот и Этернал Энви уже с героем. Антимаг. От Клудов, это, кстати, очень хорошая комбинация. Магнус плюс Антимаг, это фактически бесплатный Battle Fury для Антимага. Это все заключено в Магнусе. Его скилл под номером 2, под названием Empower. Магнус, по сути, Антимагу в руки дает вот эти вот 4 с лишним тысячи... 4 с лишним, 2 600... Да, 4 с копейками стоит Battle Fury, и вот Антимаг его имеет. Магнус Empower хотя бы в один, если вкачает. Антимаг уже может идти левели на 8-м, на 9-м, выфармливать лица, линии, всю карту. Просто рядом ходи. Иногда приходи к Магнусу, проси помощи и иди дальше зарабатывай деньги для себя лично, ну и победу для всей команды. У Фата офигенная аватарка. Тим Сикрет, забрали Рубика, забрали Дазла, гирокоптер для Артизи, и нет героя для С4, и не вижу героя пока что для Зая. А вот для Зая герой появляется. Акса забирает команда Сикрет, и, скорее всего, это герой на сложную линию в паре с Дазлом. Буквально в прошлой игре мы с вами говорили об этом. Акс плюс Дазл очень функциональная комба. Заходишь за Т1 на сложной линии, и, по сути, мейнкерри остается практически без фарма. Что-то надо придумывать, кого-то надо перетягивать. В общем-то, уже непросто становится. Рубик, Кубик и Акс вместе с Дазлом с гирокоптером. Антимаг, Магнус, Бэйн, Таск. Ну и не вижу еще героя, который бы всех хоть как-то, но подхиливал. Эта вещь полезна и нужна. Герой нужен либо с хилкой встроенной, либо тот, который имел бы возможность Мекку собрать. Может быть, Энигма, кстати, по данному пику залетит. Посмотрим, будет ли бан от Сикретов на Энигму. Нет, Энигму не забанили, забанили Лину. Ну, по данному пику почему бы и нет? Антимаг плюс Бэйн шел бы на линию себе спокойно. Наверное, Этернал Энви, будучи достаточно нестандартным керри, керри с таким творческой жилкой, мог бы с Бэйном отстоять линию. А Энигму, если отправить в лес и освободить Лайн для своей команды, там с Меккой Энигма вывезет. Потому что хила как такового в команде Клауд Найнер. У коллектива Сикрет есть хил, и хил очень крутой. И под сейф есть этот Дазл. И я думаю, что укомплектованы пока что Сикреты пожёстче. Хотя у Клаудов в перспективе, в лейте, мощь громаднейшая. Тут я на самом деле даже больше как-то в антимаге вижу какой-то глобальный дэмэдж, чем в Герокоптере. Потому что антимаг с Абисал Блейдом Герокоптера разбирает пополам. И в этом я уверен 100%. Врывается антимаг, сайт Манта Стайл, даёт Абисал Блейд по голове и расковыривает Герокоптера за считанные секунды. Вина Мансер от команды Клауд Найнер. Никаких Энигм. Вина Мансер под общую стратегию. Магнус, Веник со своим ультом. РП, естественно, от Магнуса. Туск туда ещё и Айшардом и Сноуболом. Ну и Бэйн по одиночке будет помогать антимагу делать фраги. Хотя сомнительно, конечно. Комба, как она зайдёт против команды Сикреты. Ну, Клауда тоже шарящий. Тоже понимают, что брать. Всё-таки профи, как-никак. Ну и у Сикрета в 28 секунд остаётся на то, чтобы забрать последнего героя. Не хватает мидлейнера. Сфо без героя пока что. Вайпера забанили Клауда, который будет стоять против Магнуса. Есть Темплар Ассасин. Я думаю, что можно бы её взять по данному пику. Тем более, рефракшн много чего здесь может заивидеть. Хотя бы дамагу снять. Рейзер появляется для Team Secret. Всё. Укомплектовались. Рейзер для СФО, как я понимаю. Зайцы берёт себе Акса. Пупей будет играть на Дазли Кура на Рубике. И Гирокоптер. Это Артизи. Со стороны команды Клауд Найн. Этернал Эмпи. Сразу же, чтобы не сомневались. Даже забирает себе антимага. Магнус. Это Фата, как я понимаю. Мизери. Забирает себе Бэйна. Ноутейл, скорее всего, будет играть у нас на Венике. И Таск для Боун Севена. По пику. В зависимости от того, как всё будет развиваться. Если масс-файты будут начаты командой Клауд Найн, то вариантов выиграть эти масс-файты множество. Антимаг бьёт, как сумасшедший выйти. Об этом все знают. Магнус тоже. Степень контроля очень даже высокая. Веник тоже убер дамажащий. Если там ещё и Агоним появляется. Просто успевай всех добивать. Но если начинает Team Secret и, например, врывается Зай. Агрит всех и каждого. То... В итоге... От команды Клауд может ничего и не остаться. Ну, по классике. В принципе. Кто первый начал драку, то драку выиграл. Мне кажется, будет примерно так здесь. Постройка под названием Amuseless и... При этом слёзы. Eternal Envy постройка известного керри команды Клауд Найн. В принципе, такая вот дань, какая-то память Террор Блейду незаслуженно забытому. Артизин на гирокоптере уже на руну подошёл. Ну, вряд ли он будет на мидлейне. Сфо, скорее всего, здесь будет стоять на Рейзере. Зай с Дазлом, по идее, должен отправляться на сложную линию. Пока что прошли по вардиле. Ну, и теперь по лайнам должны разойтись. Клауд Найн ждут. Вдруг кто придёт что-нибудь вардить в лесах? Нет. Секреты здесь находиться не будут. Секреты вообще забили на нижнюю линию. Только попозже, скорее всего, Пупей вместе с Заем туда отправится. Или Артизи, Триплой может вместе с Пупеем и Кура отправиться. А Зая могут и в соло оставить. Но, судя по количеству танго, который есть у Акса, скорее всего, он самостоятельно будет хилиться без всяких дазлов. В случае чего будет перетяжка на топ-лейн одного из саппортов. И конкретно хилищего саппорта, я думаю, о нём идёт речь. Веномансер. Мне интересно, как будет использоваться от команды Клауд Найн. Этернал Энви отправляется на сложную линию. Этернал Энви на топ. Там они будут фармить. Ну и Фата забирает Веника на мид-лейн. Такие вот дела. Магнус от Боун Севена отправляется вниз. Будет фармить соло лёгкую линию. Ну и Биг Дэдди тоже, как я понимаю, движется к Магнусу. Фата внизу. Фата на миде, точнее. Ну и, судя по всему, будет 2-1-2. Уже у нас начинают выход игроки команды Клауд Найн. С4 через Статик Линк. 21 дэмэджа украл. Ну и С4. ХП-шку сразу же потерял. Фата через Пойз Инстинкт идёт пока. Есть подозрение, что через Плаг Варды всё это будет. С4 он тут задолбать, скорее всего, решил. Этернал Энви в соло против Факса. Антимакс сам против Факса не простоит. Поэтому и Мизери перетягивается у нас на топ-лейн. И такая вот расстановка по линиям. Ноутейл вместе с Боун Севеном здесь прикатились и увезли под Тавр. Возможно, так. Так, ну и пошли у нас разбивать Варды. Парочка безумных саппортов. Кура плюс Пупей. Развернулись. Давай бить Магнуса. Боун Севена возвращает. Боун Севен. Двоих сразу под Тавр. Кура здесь настреляли. Пупей у нас в Вайшарде застрял. Еще бы один удар от Тавра. И полная задница была бы Пупею. Пупей 30 хп. Ноутейл не догоняет его Пупей. Откидил себя. И тут просто на очень тонкой грани только что. Мансили игроки команды Сикрет. Но это было так круто. Боун Севена вернуть назад, чтобы он с Кьюером прикатил всех к Тавру. Чуть подлиннее бы С Кьюер, никто бы не ушел. Ни Кура, ни Даззл. Двоих бы разобрали на запчасти. Продолжение файта. На этот раз у нас Артизи врывается под Тавр. Не агрит на себя Тавр. Айшарт ловит у нас Артизи. Боун Севен лоу хпшный. Откадышался. Здесь Рокет Бараш. Теперь Рокет Бараш второго левела. Я думаю и Ноутейл тоже у нас отъедет. Кура главная мансить, пока Артизи будет его убивать. Рокет Бараш Ноутейла. Второй килл. Это дабл килл от Артизи. Начало просто феноменальное от Артизи. Артизи по деревьям. Есть еще варианты уйти отсюда. Прилетает уже сюда Таск. Айшарт готов. Ловят у нас Артизи. Будут пытаться забрать брейнсап через одну секунду. С Кьюером подгоняют еще и Артизи вперед. У Мизери есть брейнсап. Скорее всего Мизери добьет у нас Артизи. Да, Боин забирает Артизи. Счет становится 2-1. После дабл килла Артизи отправляется в Таверну. И здесь с суицидом жизнь заканчивает руби. Пошел отдался Рохе. Чтобы не скучал Рошан. Чтобы сразу как бы дал понять, что... Мы тебя знаем. Мы знаем, где ты находишься. Убивай меня сейчас. Мы придем попозже. 500 по голде. Впереди секреты. По экспириенсу 150 всего лишь секреты. Файт 2-1. И разница практически неощутима. У Этернал Энви 12 на 3. Зай без Берсеркер Колу. Зай... У Зая вообще ни во что. Скилл не прокачан один. В 2 раза. В 2 точнее Контр Хеликс. Вкачан у Зая. И Берсеркер Колу. Пока что ни Берсеркер Колу, ни Баттл Хангер не вкачан у Акса. Уже 4-й левел у Зая. Может по случаю. Потому что плюсы тоже не вкачаны. Этернал Энви. Мизери лоу хп-шный. Кура здесь. Отправили поспать. Мизери отпевается. Мизери отсюда уходит. Ну и здесь Этернал Энви зажали под собственным тавером. Пупей и Зай будут неужели дальше бежать? У Пупея по изентачи нет. 2-го левела всего лишь Пупей. И Шадов Вейв. И даже Грейв не качал у нас до сих пор Пупе. Зай вкачал все-таки Берсеркер Колу. Есть Баттл Хангер первого левела. Ну и команда Секрет решила отпушить. Раздают возможность. Ставр уже наполовину продамаженный. В принципе как вариант. Здесь Скьюер. Здесь Шок Вейв. Пока что никаких импауеров. Возможно попозже врывается у нас на Артизи. А есть шар будет ли или нет от Ноутейла. Ждем. Ну скорее всего сейчас. Просто подгоняет Артизи. Очень удачная шар от Ноутейла. Спас двоих. И Артизи через Флэг Кэнон отпевается через Селф. Флэг Кэнон еще идет и глушит Боун Севена в спину с Ноутейла. Рокет Бараш есть. Третьего левела у Артизи. Ноутейл здесь скорее всего и сольется. Если успеет конечно уйти Ноутейл. Нет не успевает. Артизи третий килл для себя. И третий килл для команды. Все вокруг него крутится. Там Разора на миде забрали. Сделал это как я понимаю не Фата. Сделал это не Фата. Это Бейн сделал. У Бейна уже 2-0 счет. Круто. Круто. Команда Клауд Найн реальный отпор дает Сикретам. По экспириенсу. Они впереди на 500. По голде проигрывают 750. У Энви траблы. У Энви на легкой линии в соло есть проблемы. Надо менять скорее всего как-то дислокацию самому Этернал Энви. Переходить на нижний лайн или хотя бы отправляться в лес. Для этого Магнус нужен со своим импауэром. Я думаю что Бон Севен следующим скиллом должен прокачать именно его. Антимага 830. По голде будет ли Баттл Фьюри или нет узнаем. Немножко попозже. Этернал Энви отправляется вниз. А Магнус отъезжает у нас на топ или нет. На топ уходит пока что Фата. Магнус может на мид переместиться. Да, Бон Севен движется у нас на мид лейн. Этернал Энви отправляется вниз. И при помощи Бэйна будет пытаться здесь выформить все недостающее. 950 голды у Антимага уже имеется. Пробивает себе путь к Секрет Шопу. Купил кольцо. Вышел. Рубик здесь. Этернал Энви вовремя упрыгивает. Если бы подняли Артизи, мог бы его развалить. Кулдаун есть. Хотя бы один удар. По нему и все. Мизери по-моему приехал. Мизери нет маны даже на Найтмэр, чтобы самого себя затынать не получится. Рубик в итоге забирает Бэйна. Четвертый килл для команды Секрет. Кура. Первый фраг. Одна смерть. Два ассиста. Ну и в инвизи Таск. В инвизи Бон Севен. Под смоком они здесь должны забирать Артизи. Кулдаун есть у Артизи. Все, что он может это продамажить. Но пора катиться. Ноутейл вкатывается у нас в Артизи. Кулдаун себе под ноги от Артизи. Увозит его отсюда. Хотя бы Бон Севен дамагу не получил. Ну и Этернал Энви без шестого левела. Так бы можно было разорвать Артизи. И в итоге не удалось. Сейчас отхилится себе спокойненько Герокоптер. Поест немножко деревьев. И будет очень даже дамажищем. Шестой левел у антимага есть. Здесь маны не хватает 300. Антимаг не убьет у нас Артизи. У Артизи 250 хп. Надо хотя бы 2-3 удара нанести. Но подходить ближе это встрять под Куру. У Куру есть 6 зарядов в Мэджик Вонде. Поэтому поднять антимага он сможет. Ждем флагкеннон от Гера. Будет ли юзать? Будет ли вообще тратить ману? Все Артизи отпивается. Теперь ману можно и тратить. Этернал Энви в неприятной ситуации. 22 на 3 у него. 40 уже у Зая на аксе. 39. 40 у Веника. 35 Артизи. 34 СФО. И только на пятом месте по крипстатуе Этернал Энви. 22 на 6. То есть маловато будет. Секреты по голде почти трешка. И по экспириенсу полторы тысячи для данного коллектива. Ну Веник укомплектовался. Плагварды в Макс. Пузен Стинг. Макс на всякий случай Винамгель. Есть. Пузен Нова. Для Фаты. Доставучие ребята. И никак не помочь в принципе Плазма Филдом себе. СФО. Тут надо ручками. 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 Все это надо забирать ручками. Но СФО не настолько сильные они. Поэтому на четвертой Плагварды много времени. Много ХП надо тратить. Ну и чем-то жертвовать. Вообще очень дотошный этот Веноманстер на Ведлейне. Ну и Фата Инвис в никуда потратил. Потому что был без маны. Пришлось два раза юзать. Батлу бедняги. Ничего и такое бывает. Кулдаун пошел у нас от Артизи. На Этернал Энг. На Ноутейла. Ноутейл в Сноубол. На кого ты катишься? По-моему на Артизи будет прокатка. Вот это Фата. Веномгель провязал. Мизери здесь. Лоу ХПшный. Этернал Энви. Провязал ульту. В итоге Бэйн забирает Гирокоптера. Этернал Энви не умирал. И это огромный плюс. Пупе отсюда уходит. Ну и два в один пока что. Размен. Куда-то ушел у нас Этернал Энви. А ну-ка, а ну-ка. Этернал Энви ушел в Секрет Шоп. Купил себе тапочек. Просто чтобы побегать. Немножко Фата через все леса. Куроки, Куроки пытается отсюда улететь. И скорее всего уйдет. Фата хитроватый, конечно. Ну такой герой. Герой, который этими вардами... Шланжи. Говорит Фата. Фата позволила уйти Рубику. Но это все по причине, я так понимаю, промакшенных на тот момент. Мэджик Ван Дов. Там, я думаю, зарядов 15 точно было. Потому что там очень много ХП. Рубик себе отхилил. Практически половину. Нижний Лайн уже посыпался у команды Клауд Найн. И на топе очень-очень лоу ХПшный. Тауэр добивает его команда Клауд Найн. Сами пушить не начинали еще. Мидлейн немножко у нас потерпел от вардов Веника. Но ботом стоит фуловый. И фуловый стоит топ команды Секрет. Не доплюнул. Или доплюнул. Нет, не доплюнул. Топой за инстинкт. Не доплюнул Пакура. С4. Битва за руну. Успевает ли С4? По-моему, не успевает. Тазик забирает у нас руну иллюзий. Закрывает у нас С4. С4 без Eye of the Storm. У него промакшенный плазмофилд. Статиклинг в 2. И пассивка тоже в 2. С4 пока соло не боец. Где-то издалека настрелять можно. Через Татиклинг что-нибудь насосать по плотному тоже может. Но так если где-то с двумя-тремя встречаться. Во-первых, живет недолго. Во-вторых, и бьет не сильно. Особенно если это какие-то милии атакующие герои. ПТ готово практически уже у Eternal Envy. Обычный Ring of Health. При наличии Магнуса будет ли Battle Fury пока непонятно. Ну, Ring of Health говорит о том, что планируется Battle Fury. А здравый смысл говорит, что Empower не хуже Battle Fury, но при этом бесплатен. Может вообще какие-то паломные вангварды будут собираться на антимаге. Такое тоже может быть. ПТ-шка уже летит. Eternal Envy. Ну и он пошел в собственном лесу. Драться против крипов. С линии его выдворили. Здесь нет Тауэра, поэтому на подсейф никто не придет. На сложной линии тоже нет Тауэра. А на миде стоять интимагу это в принципе провокация. Придут за ним 100%. Так как в это время забирает Магнуса? Не без помощи Артизи, конечно. И под смоком Клауда. По собственному лесу. Сикреты уже выигрывают со счетом 9-4. По золоту 4,5 для Сикретов. И по экспириенсу почти 3000 тоже для данного коллектива. Пупея будут забирать. ТП-шка, если что, есть у Пупея. Ну, наверное, уйти ему не дадут. Пытается сделать ТП-аут. Сон отправляет его Мизери. Постой, тут Пупея здесь. Ульту Eternal Envy не провязал, и это правильно. Фате достается этот фраг. И в принципе, Клауда, раз собрались здесь, должны спушить Лайн, мне кажется. Никому ничего не должны. Развернулись и пошли дальше. Антимаг. Руну Инвиза просто из-под носа у Акса украл. Причем украл и... И ушел назад. По крепам Eternal Envy 47. Пятое место. Фата на четвертом. 60. 62 у Эсфол. У Зая 70. У Артизи 71. Артизи уже направился в лес. У него есть Доминатора. Где двое зверушка? Зверушка здесь. Кобальд Бригадирс должен, по идее, стакать. Героев принадлежит он, насколько я понимаю, Артизи. Ух, и герой себе выбрал по стакать. Ненадолго, конечно, этого Кобальда хватит. У него 900 хп. Ну, и он немножко рахетичен на самом деле. Один дефа всего. Тут 3-4 удара, и Эншин-то его просто развалят. Ну, если что, новый к тому моменту уже придет. Стакаю сейчас замену от команды Секрет. Фата забаррикадировался собственными плагвардами здесь. И с одной стороны, и с другой. А за Фатой уже выехали. Три пищи. Фата, Фата просто делает тпл. У Зая есть даггер, но где Фата находится, непонятно. Ну, и Зай так зря пробегал. Не нашел здесь мидера коллектива Клауд Найн. И тем лучше, конечно, для Фаты. Лоу-хпшный Даззл здесь. Под шалу-грейвом. Никуда отсюда уйти не получится. И еще один килл для Веника. 2-0-2 уйдет уже мидер команды Клауд Найн. Ему умирать не нужно. Ему надо фаст-левел. Это факт. 2000 по голде на руках у Фаты. Будет ли это фаст-аганим, узнаем. Может, все-таки какая-нибудь мекка будет. Было бы тоже неплохо. Это, конечно, вообще не мейнстрим. Собирать мекку на Веника. Ну, мало ли. Мидеры собирают мекку. Пусть и Фата собирают. Эмпауэр уже есть у команды Клауд Найн. Персик у антимага говорит о том, что будет все-таки Battle Fury. Ну, будет двойной. Буст дамаги плюс двойной сплэш. Почему бы и нет? Он стакается, так что ничего страшного в этом нет. Ну, и вот этим вот мувом Пупея, постоянным, подойти и отдаться, команда Сикреты теряют, ну, сколько? Ну, тысячи-полторы уже потеряли. И по голде полторы тысячи. И по экспириенсу где-то 500. Вот и единственный, кто в составе Сикреты так вот плотно взялся за фит. И получается у него неплохо. 0-2-2. Ходит, умирает во вражеских лесах. Вообще без... Абсолютно безвозмездно. Ничего за это и не требует. Соло пошел слился. Никого не продамажил. Ничего не сделал. И Плагварды просто на защите Тауэра. Граница на замке. Артизи после Доминатора. Есть уже Блэйд оф Алакритис. А я так понимаю, Саша Яша будет от Артура. Как там продвигаются дела у антимага? Этернал Эндвит 1000 по голде на руках. Баттл Фьюри, если и будет, ну хотя бы минутик 20-й, было бы неплохо антимагу. Что это, кстати, иммортал башеры, только... Понимаете, да? Кто топор опустил на голову... Кто опустил топор на голову Магнусу. Симпатично. 5000 золота с секреты и 3,5 тоже для них. Клауда пока проигрывают. Даггер появляется у Веника. Вот такая вот история. Клауда почувствовали, что не хватает им агрессивности. И Даггер приобретает Веноманцер. Для врыва, в принципе, Пойзеннова есть. Причем 2-го левела. И лучше дать ее где-то в центре. По СФО попадает у нас Фата. Разультился по СФО. СФО тут под кучей всяких соплей. И СФО просто уходит. А зачем тогда Фата это сделал? Фата просто слил всю ману. Отдал с пылы. И в соло СФО отсюда свалил. Почему бы не развернуться, да и не добить его? СФО, посмотрите, какая боль. Полный раскаст Веноманцера оставляет вообще без ХП Разора. При том, что его руками, в принципе, еще Фата не бил. У СФО дела абсолютно печальны. Если рядом будет какой-нибудь Nv или Bound 7. Ну, раскаст крутой. Веник, если соберет Аганим, конечно, здесь Сикретов разорвет просто от отравы одного Веника. А дальше с Плэшом Антимаг должен допилить всех остальных. Есть уже Клеймор у Аэма. Этернал Энви. Также имеет 900 голды на руках. 300 копеек всего лишь остается до появления Баттлфьюри. Ну, он с Эмпауэром сейчас. С Эмпауэром, по-моему, 2-го левела, если не ошибаюсь. 3-го уже левела Эмпауэр. У Магнуса. Этернал Энви и так неплохо сплэшует. 200 голды. 200. Еще это на секунд 40-50 нормального фарма. Антимаг будет с Баттлфьюри. ХП реген неплохой. 6... Даже... Почти... 6,5 у антимага хеллспоинтов в секунду. Можно бегать между фармом. ХПшка сама регенится. Даже не приходится ходить на базу. Что-то в этом роде делать. Будет ли врываться Этернал Энви? У него все 400 хп. Ульта сверху просто по пупею. По всем сразу врыв на С4. Ноутейл. Цепляет на нас С4. Через... Через Шоквейп попытался Клауд... Боун Севен. У плейнер команды Клауд Найн хоть как-то продамажить секретов. Не получилось. В итоге вот этот вот десант из Таска и Бэйна отправился в таверну. 6-12 становится счет. Этернал Энви уже по золоту всего добился. У него есть вариант приобрести Battle Fury. 18-ая минута. 30-ая секунда. Пока не покупает себе БФ. Вот теперь и покупает. С этого момента в принципе 3 героя Антимаг, Веномальсер и Магнус в общей связке становятся очень опасны для команды Секрет. Главное успеть, например... Не например, а конкретно разобраться с Аксом. Чтобы тот не заагрил раньше времени. Если ворваться и попытаться Акса уничтожить очень быстро, будет неплохо. Или хотя бы раскастоваться полностью до того момента, пока Акс заагрит всех, кто соберется вокруг реверсполярити Магнуса. Ну и Рейзер уже имеет Мекку. Есть также Уэсфо Аквила. Есть Фейсбутцы, Боттл и Мэджик Вонт. Нормальный Уэсфо, все, давайте Недворс смотреть. Четвертый Недворс у него, третий у Фаты. Фата опережает его, а так вот по количеству всяких приятностей... Хотя в принципе то же самое, что Веник, что Рейзер очень даже близко. У Магнуса появляется Даггер, наконец-то Бон Севен, ровно на 20-й минуте приобретает Даггер. Этернал Энбис, Баттл Фьюри и Под Эмпауэр. Ну и Крипы сыпятся теперь с трех ударов. Хотя всего 20-я минута, и у Антимага кроме Баттл Фьюри ничего в общем-то и нет. Но дэмэджа 200, Антимаг бьет руками плотненько. Бедные Крипы. Просто мрут на месте. Тут на этих големах все понятно. Один удар по маленьким големам, рассыпаются сразу все. Этернал Энви прыгает у нас на Клифф. Почему ты здесь? Почему? Зачем? Дальше прыгает Этернал Энви. Вот какая цель у Этернал Энви. Эмпауэр еще действует, и Этернал Энви, скорее всего, будет забирать всех эншотов. Так и будет. А сатаневший просто Кентавр говорит, да как так? Да кто посмел? Этернал Энви просто здесь тысячу голды забирает. Не добил единственное, не убил большого дракона, но сам факт. Он тысячу золота просто на ровном месте украл. А я думаю, куда он скачет? Сюда, 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 и забрал все. И стоит Кентавр, и вы не видите, наверное, но он плачет. Он плачет. Для этого ли я стакал? Хотя ему вообще, по-моему, пофиг. Стою себе и стою. Глаза абсолютно безжизненные. Но он просто в ступоре. Он не ожидал такой наглости от Этернал Энви. Да кто ожидал? Я сам не сразу сообразил, куда Этернал Энви у нас прыгает. Фат отцепляет Артизи. Айшард пошел тоже у нас в Артура. Можно и вкатиться. У Магнуса есть Даггер, у Магнуса есть Эмпавер. Антимаг где? Антимаг далеко. Этернал Энви здесь файтиться не сможет. Будут ждать, скорее всего, у Антимага и в КД еще и ТП-шка. Скорее всего, Т2 придется команде Клауд Найн отдавать. У Фата есть поезо нового второго левела. У Бон Севена второго левела РП-шка. Фата прыгает. Зачем? Куда? Для чего? Байт пошел на Фату. Ну и это просто тупик полнейший. Кура увез у нас куда-то Бон Севена. Я не очень понял. Это как? Это ребята местами быстро поменялись? Прыгнул Веник, дал поезо новую без Магнуса. Не договорились, не додумались. Он прыгнул и умер моментально. Просто моментально. Ну... Если не задница, то задничка точная. Команда Клауд Найн. Подарок для Секретов. Помимо Тавара, малому. Типа... Слишком мало вы зарабатываете на Таваре. Возьмите и нас, пожалуйста. Супер полезно. Владмир уже готов для Eternal Envy. Тут ситуация такая по золоту и вообще по активности и напору команды Секрет, что будет, наверное, повторяться игра Клаудов против LGD, если не ошибаюсь. Где Eternal Envy у нас в ответ на агрессию повсеместную соперника собрал рапиру и пошел сплитпушить на антимаге. Но это было уже после Монта Стайла. Пока никаких рапиров. Ну, Бэндов Элвин Скин появляется на антимаге. Значит, Яша не за горами. Дамаги много у Eternal Envy. Сплэш тоже крутой. То есть практически стопроцентный, как я понимаю, сплэш. 50% вторичным целям. И здесь... 35%, то есть 85% сплэшевого дэмэджа. Ну и на Рошана выходит антимаг. Патал Фьюри у него есть. Буст дэмэджа есть и на себя, на Бон Севена и на антимага. Роха должны забрать. Артизи может понять, кто здесь находится. У Артизи уже готов сатаник. Вот так вот решил сразу укомплектоваться в ХП, чтобы переживать рассказ команды Cloud9. Давно нет Бон Севена на карте. Давно нет Eternal Envy. Где же они могут быть? Интересно, будет и кулдаун сразу от Артизи? Нет, еще, кстати, и на КД кулдаун. Артизи как ни в чем не бывало. А что такое? А кто? А почему? Ребята, я билэншентов, тут Рошан упал случайно. Все нормально, Артизи. Это у тебя флагкэнон достает. 12 тысяч по голде Секрет и по экспириенсу десятка. Но такие мувы клаудов хоть какой-то дисбаланс в этот методичный слив вносят. Eternal Envy не единственная надежда клаудов. Точнее, по дамаге, наверное, единственная в лейте. Но! Все это должно быть в пачке с Магнусом и в пачке с Вином Мансером. Ну, рассказ-то очень крутой, мне кажется. У команды Cloud9 он такой понятный, доступный. И если зайдет, то будет ярко прям ого-го как. Бэйн от Мизери вопрос у меня немножко вызывает. Хотя, смотрю на КДА сейчас, ну, вроде как и никаких вопросов. 0.5 Таск. Это вот немногие случаи, когда Таск не заходит. Обычно все хорошо у данного героя. Но здесь его использовали не на сложную линию, не в соло. Он, по сути, остался без левела, без артефактов. Поэтому отсюда и КДА данного персонажа. А не потому, что Ноутейл днище все время льется. Хотя я уже неоднократно видел, как Ноутейл льется и делает это больше всех остальных, по-моему, вообще во всей доте вместе взятой. 12 золота, 10 экспириенс для Сикретов. 25-ая минута. Артизи забирает тавер внизу и готовы, наверное, заходить уже на хайграунд игроки команды Сикрет. Вененгель ловит у нас Артизио. Артизио лоу хп. Его можно было бы и попробовать расковырять. Кто это будет делать, непонятно. Артизи тут просто на быке, мало ли. Ну и Артизио улетает у нас на топ. Прыгают на Бэйна. Бэйн в таверну. Не страшно совершенно. Этернал Энви. Главное, чтобы не умирал. У Энви уже есть Яша и 1500 сверху. Энви надо продолжать фармить. На него вся надежда команды Клауд Найн. Все остальные отдаются. Отдаются достаточно плотно. Там Акса, кстати, забрали. Тысячу голды подняла команда Клауд Найн в этом файте. Фата уже практически с Аганимом. 20 копеек остается Фате. Собственно, все. Аганим готов. Курьер, если не сольется, то через минутку уже масс-файты будут от команды Клауд Найн намного мощнее. Фаты 13-й левел. На 16-м дамаге здесь по 108. По 108 ежесекунд, но на протяжении 16 секунд. Очень много дэмэджа во всех и каждого. Плюс тут же Винамгель прыгает у нас Веник на Артизи. Артизи получил весь яд, который только мог. Мизери приходит сюда. Брейнсап от Мизери. Подбрасывает у нас Артизи. Артизи сатаником. Артизи начинает отъедаться от своих соперников. И, в принципе, должен, наверное, выживать. И хотя бы кого-то убить. Успокой его немножко Энви. Энви забирает Гирокоптера. 518 голды вовремя пришел мейнкерри команды Клауд Найн. Это очень полезный фраг. Это 1500 голды, 2300 экспириенс за одного Артизи. Какой дорогой Гирокоптер для команды Секрет. Ну и до 8, наверное, стащит свое отставание игроки команды Клауд Найн. И по экспириенсу тоже, я думаю, до 6,5 должны скатиться. 2400 на руках у Этернал Энви. Появляется Алтимейт Орб. Уже у... Даже не Алтимейт Орб. Появляется Манта Стайл. Рецепт у Антимага был. В принципе, АЭМ в составе достаточно загнобленной команды Клауд Найн. На 27-й минуте выформил все необходимое. У него есть Манта Стайл, у него есть Баттл Фьюри, у него есть Владмир, тут АЭГа на всякий случай. У него есть Магнус в пачке, который своим Эмпауэром дает еще два Баттл Фьюри. Круто. Я верю тут в Антимага. Это Плюк, кстати, не один, а, наверное, любимый персонаж. Мой. Вы уж простите за нубство. Артизи прилетает на Мидлейн. Манта Стайл. Ожидал Артизи, не ожидал. Непонятно. Антимаг ушел отсюда. Иллюзии быстренько разбились, Глиф провязали. Ну, иллюзии больше были провязаны, чтобы забрать тавер. Глиф в итоге команда Сикрет провязала, и Глиф у них опять умеется. Т1 снесли, Глиф обновился. Это, кстати, на заметку всем, кто не в курсе, когда сносится Т1, а на нем проюзан был Глиф вот-вот, Глиф сразу же откэдэшивается. То есть на Т2 будет Глиф снова, если команда соперника идет дальше. Антимаг прыгает на Зая. Плотный Акс. Это Акс, который танк. Нифига вообще. Этернал Энви уходит у нас из-под колдауна. Сноубол прячется Этернал Энви, начинает напиливать по Заю. Зай лоу хпшный, Нол Тейл лоу хпшный. Этернал Энви, где ты? Этернал Энви бегает у нас от Разора. Разора 40 хп у Этернал Энви. 20 хп Этернал Энви отправляется в таверну. Байбека у него нет, но, наверное, он и не нужен. Тут надо успокоиться. Кто первый напал, тот первый отпал. Напали первыми, конечно, Клауда, но это просто вспыльчивый характер Этернал Энви. Почему он соло прыгнул, непонятно. Забайтить не удалось. Собрали вокруг себя Акса и Дазла, и на этом все закончилось. РПшка была дана только в двоих. Отсюда и такие нерезультативные мувы команды Cloud9. Ну и секреты. Готовы пушить. У Рейзера есть ли Аганим? Да, есть Аганим. У С4, через 10 секунд будет I of the Storm. И 17-й левел тоже есть у С4, поэтому товара будут сыпаться достаточно быстро. Ну и все у нас под поездом новой. Нет, кстати, не все. Тут Фата, я смотрю, халявит по вопросам проюзывания поезда новой. Она у него какая-то недостающая постоянно. Ну, потому что должен не Фата это делать. Не Фата должен врываться. Должен врываться Bone7. Привозить всех. И после этого уже ульта Веника заходит со стопроцентной вероятностью. А так Фата, в принципе, дал в одного в двух. Они развернулись, ушли, похилились и потом еще раз придут. Даже несмотря на наличие Аганима у Веника. 18-й левел Антимаг. 18-й левел Герокоптер. И Рейзер у нас 17-й левел. Герокоптер уже 3800 имеет на руках. Кстати, Артизи совсем чуть-чуть остается до приобретения Баттерфляя. Немного. Но тут хорошо для Антимага, что с плэшом он, в принципе, будет дамажить. Поэтому можно бить будет не Артизи, а больно будет Артизи. Ну и промахов, как таковых, не будет. Хитрая схема, конечно, но она рабочая. 12000 по голде Секреты и по Эксперенсу десятка. И посмотрите, это все с 23 минуты до 31-й не меняется. Секреты остановлены, и Клауда могут попытаться хотя бы развернуть все в свою сторону. Опять же, ничего критичного не случилось. Сторон Клауда не потеряли. Особого какого-то давления на себя еще от Секретов не ощутили. Поэтому Антимаг может раскрыться. Тут не прищучили его, и не надо Антимагу изгаляться на какие-то рапиры. Выдумывать какой-то абсолютно авантюрный мув. Он может пока что спокойно фармить. И у Этернал Энви это получается, наверное, в мировой доте, ну, чуть ли не лучше, чем у всех. 248 крипстат уже у него, зато 307 есть у Герокопка. У Артизи Лесад, ну, тут, естественно, встретились два Гранда. 2000 у Антимага уже на руках. Посмотрим, что будет приобретать. Вполне логичным будет здесь Абис Алблейд, чтобы быстренько остановить Гера. Гера, кстати, без БКБ на него вообще забил. Пойзенова, по-моему, бьет сквозь. Да, Пойзенова бьет сквозь. Венам Гелин нет. Ну и пози-стинг тоже. Замедление в любом случае будет на Герокоптере, поэтому... Гера забил на БКБ, да и Магнус остановит Герокоптера. Даже в БКБшке. Дамага, если не пройдет, это не страшно. В отсутствии дамаги Герокоптер, точнее, чтобы заявидить дамагу, Сатаник приобрел Гера и ХП себе прибавил. Пусть бьют, я просто крепче буду. Ну и появляется Батерфляй уже для Герокоптера. Герокоптера. Это на удивление даже. Ну и антимаг продолжает фарм. У него 3300 на руках. Этернал Энви на Рошана. Рошана пока еще нет. Просто бегать здесь можно было бы и заработать, или он Бон Севану отдает заработок. У Бон Севана Шадоу Блейд появляется. Класс вообще. Сделать все и в инвизи постараться уйти. Только так не видится произвение этого Шадоу Блейда, потому что если врыв, ну не Шадоу Блейда делаются, врывы. Есть в принципе даггер у Бон Севана. Ну хотя бы какой вариант экс-эскейпа. И опять же, спылы, по-моему, не нарушают. Кстати, спылы не нарушают действия Шадоу Блейда, если не ошибаюсь. То есть если магнус РПшник, по-моему, из ниоткуда он это сделает, если я не ошибаюсь. Если ошибаюсь, напишите, пожалуйста, что бы я имел в виду. А, нет, Шадоу Блейда, Шадоу Блейд, все нормально. Это я перепутал с инвизом Рики. 4-3 стена на руках у антимага. Есть Battle Fury, есть. Манта Стайл, есть Владмир, антимаг на С4. Связь разорвана. Сколько потерял демеджа? 28, не критично. Этернал Энви уходит. Тут фарм на миде, как я понимаю, нарисовался. Команда Сикрет развернулась. Хотя вот было движение. И Артизи, и Кура шел здесь. Ну и на Роху идут игроки команды Клауд Найн. Там уже Сикреты долбят в это время Рошана. Если ворвутся классно, это будет замес прям великолепный. Через 4 секунды у Фаты будет ульта. Не Фата должен врываться. Где ты, Бон Севен? Бон Севен только двоих, наверное, зацепит. Ждет появления всех Бон Севен. Бон Севен прыгает РПшка. От Бон Севена. Минус Даззл уже. И Этернал Энви должен начинать нарезать. Этернал Энви лоу хпшный. Этернал Энви перед смертью дает ульту в Артизи. Сам умирает. Артизи живой. Артизи делает тэп-аут. Минус 3 делает команда Сикрет. Оказалось, все не так хорошо на практике, как в теории. Фата лоу хпшный. Фату забирают. Это даблкил от С4. И у него уже монстркил. В БКБ только-только прилетел Рейзер. Он его и не юзал. Ну и Артизи в итоге выживает. У него Сатаник, у него Баттерфляй. Он переживает все необходимое. А дальше может себе позволить отъезться достаточно быстро. 10-22 счет. Здесь по голде. Я так понимаю. 1003 капнула команде Сикрет. И по экспириенсу тоже нормально заработали. Плюс еще и Рошан. По идее, Клауда со своей комбой провалились. Ну ладно. Давайте посмотрим артефакты, пока у нас замесов нет. Здесь Баттерфляй есть. У Артизи Сен-Жан-Яша. Сатаник. ПТ. И Бабочка. Рубик Даггер. Поинт Бустер для Куру. Чужая Аквила. Выбрось. Ну и Урнов Шадоуз, я так понимаю, с целью... С целью кражи, например, какого-нибудь Финс Гриппа. Или даже... Ну и понятное дело, что поезда новая. Рубик собирает Аганим. Если это, кстати, будет Аганим. Это будет Аганим. У Кура уже он готов. В принципе, ХП не лишнее для Кура. 1500 с копейками. Неплохой показатель. Для саппорта вообще самое оно. 36-ая минута, 1500 у него, 6 дефа. Немного шансов, конечно, в какой-нибудь очной ставке с антимагом сразиться. Но, с другой стороны, и умирать просто от взрывной волны не будет, Рубик. Кстати, и по счету Куроку все великолепно. 2-1-10 счет. Вот, в принципе, очень даже ровно идет саппорт команды Секрет. Саппорт, который в свое время на Кире отыгрывал на загляденье хорошо. Ну, пока Артизи не появился. Артизи заходит у нас на ХГ. Под Солар Крестом Артизи. Это все от Бэйна. Или нет. Это все от Таска. Или это все от Веника. Это все от Веника. Ну и падает Авар. Айф Зе Сторм у Рейзера есть. У Рейзера есть БКБшка. У него есть ГЕМ на случай прихода Магнуса сюда. Вон Севен. Будет ли врыв или не будет. В принципе, все ульты есть. Команда Секрет забирает Тауэр и уходит. Бараки остаются целыми. Этернал Энви, в принципе, уже заработал себе на Харт оф Тараск. Курьер стоит. Курьера не дергает. У нас Дернал Энви приобретает рецепт на Тараску. Курьер полетел за. Две куры? Это шуточка, что ли? Две куры у команды Клоуд Найн. Ну и, в принципе, рецепт на Тараску ждет еще. Но в своей участи пока что у антимага свободных денег практически ничего. Еще тысячу надо заработать АМ, чтобы приобрести Тараску и остались деньги на байбэк. Ну, для антимага, в принципе, это не проблема. Были бы крипы, а дамага на них найдется. Ну и пошел на Тауэр у нас, Интернал Энви. Если что, для Эскейпа есть варианты. Развернулся и свалил Артизи через флэг Кэнон. Иллюзии достаточно быстро, должен распиливать. У Артизи есть уже МКБ после Баттерфляя, после Сенжин Яши, после Сатаника. Ну и гирокоптер очень дамажащий. Артизи, тем более, и скорость атаки имеет просто чудовищную. Два удара в секунду, это 600 дэмэджа просто Артизи сносит с руки. Это что за покемон? Этернал Энви в соло. Сикреты здесь ждут его. Здесь папе, здесь Зай. Зай агрит на себя Этернал Энви. В Кексу отправляют его. Ну и в Сноубол прячется. У нас все, начинается у нас серьезнейший замес, который Этернал Энви покидает. Причем очень даже быстро, а. Ноутейла в очередной раз заберут игроки команды Сикреты. Ноутейл отправляется в таверну. Давай уже, отправляйся. Этернал Энви ушел, это главное для команды Клоуд Найн. Этернал Энви пошел дальше фармить. У него есть Тараска, у него есть деньги на байбэк, поэтому... В принципе, антимаг теперь может позволить себе и врываться более-менее адекватно. ХП тоже количество немаленькое, 2600. Дамаги с руки нормально, 300. Ну и скорость атаки меньше, чем у Артизи. Упрыгивает Этернал Энви. Очень вовремя прочитал здесь прыжок Зая. Иллюзии в это время разбирают у нас крипов и должен падать по идее Т2. Иллюзия просто тавера у нас уже сбивает. Тавер не донай был уж. Поэтому, скорее всего, в скором времени еще и антимаг повторит свою попытку забрать тавер. В это время по нижнему лайму. С4. I of the Storm провязал. Артизи рядом. В общем-то, готовы заходить на нижний лайм игроки команды Сикреты. Видят Этернал Энви. У него есть ТП, что прилетит сразу же. Ну и по миду готова заходить команда Сикреты. Мизери. Первый, кто тут огребет от Артизи. Под Энфиблом Артизи не так уж сильно и порезали. Все равно 200 с руки у нас бьет Артизи. Плюс МКБшка с пролетающими неприятными штукенциями. Ну и Артизи просто бьет тавер. Не смотрит вообще ни на кого-то. Т3 от команды Сикреты разрушены. Боун Севен прыгает на Артизи и сразу же ловит Хекс. Моментально. С-фога. У него есть Кираса, у него есть Аганим. Ну и что? Пошел у нас файт. Где ты? Где ты? Боун Севен. Боун Севен прыгает, забирает только Кура. Ну и Кура у нас сейчас что-то украдет. Он украдет у нас Шоквейв. Этернал Энви Лоу КПшный. У него есть байбэк. Сразу же байбэк от Антимага. Это самый неудачный вообще за всю историю доты РПшка. То есть она вроде бы и попала в цель, но этой целью оказался Рубик. Один одинешенек. И Фата разультился, и все это в никуда. И команда С4 живая, здоровая. Боун Севен приходит. А Боун Севен не ожидал, что там есть байбэк. Этернал Энви после байбэка, скорее всего, отправляется в таверну. Подняли и пригвоздили на месте. Этернал Энви в таверну. Команда Клауд Найн проигрывает этот матч со счетом 10-30. 43 минуты понадобилось Сикретом, чтобы наказать своих соперников. Артизи, какой хитрый. Пошел Фату бить. Не добил, конечно, Фату. Игра закончилась немножко пораньше. В итоге команда Клауд Найн проиграла Сикретом. Неудивительно на самом деле. Но с другой стороны, были шансы выиграть. Этернал Энви мог затащить, но для этого должен был действовать сообща Боун Севен и Фата. А так вроде бы в перспективе все круто. А по факту Боун Севен со счетом 0-8. Таск со счетом 0-8. Ну куда тут вообще вытаскивать? Это все.